Салон находится в подвольных помещениях. Что-то как-то жутко. Вот такой сделать получится? Ну, я с цветом не работала. Одноразовая щеточка можете. Просто щеточка не очень будет, если честно. Ой, я только сейчас его снимаю. Плата у вас терминалом есть, да, мне сказали? Нет. Всем привет, друзья! Меня зовут Ники Макалин. И тадам! Я вернулась наконец-то в Москву из своего длительного путешествия в Корею. Я там пробыла полтора месяца. И, скажем так, я соскучилась по проверкам салонов красоты в Москве. И я знаю, что очень многие из вас ждали. Ну, когда же ты уже вернешься и будешь снимать очередной новые выпуски салонов красоты в Москве? Так вот, я вернулась, поэтому обязательно поставьте палец вверх под этим видео. Поставьте палец вверх Роньке, такому сладкому малышу, который очень сильно по вам скучал. И сегодня я иду в салон красоты, где вечерний макияж стоит 5000 рублей. Этот салон находится близко к центру, но это не прям самый центр. При этом я бы не сказала, что это какой-то люксовый салон, но 5000 рублей это верхняя, скажем так, граница среднего сегмента. И обещали управиться за час, за полтора. Посмотрим, насколько это удастся сделать салону. Я сегодня не буду торопить прям уж очень сильно, потому что после салона красоты у меня нет важных встреч. Но бывают дни, когда действительно у меня есть важная встреча, и я не могу сидеть в салоне красоты до победного 2-3 часа, пока на мне будут тренироваться, извините меня, за мои же деньги. Поэтому обязательно ставим лайк, а также не забываем подписываться на мой телеграм-канал, чтобы быть всегда в курсе всех новостей, всех событий. Там выходит вообще-то контент каждый день, и, возможно, даже выходит тот, который не выходит здесь, на ютуб-канале. Ссылочка на мой телеграм-канал всегда в описании под каждым видео. Туда тоже подписывайтесь. И погнали в салон. Вот кто больше всего рад, что прилетела я. Вот. Никто-то по-настоящему не может быть рад, кроме как твоего песика. Закажите мне лайками, что не только Роня рад, что я вернулась в Москву. Просто будьте аккуратны. Посмотрите, какие льдины. Офигеть. Это если упадет, мало не покажется. Салон находится в очень замудренном месте, но отправили несколько фотографий с навигацией, как можно этот салон найти. Жутко всегда, когда салон находится в подвольных помещениях. Так, непонятно, где. Сказали на этаж он не спустится, я спустилась. Куда дальше? Черт, мне это уже не нравится. Я не люблю, когда в таких помещениях непонятно находится салон. Так, номер контактный занят. Указателя нет с названием салона. Что делать? Посмотрела другого. Минус первого этажа нет. Алло. Алло, здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, как вам подойти? Она минус первый этаж подошла. Сейчас я успею. Мужчина вышел из туалета. Три минуты уже жду, когда мы на встрече. Что-то как-то жутко. Другой макияж хотел попросить. Мы тоже 13.33, до сих пор меня идут встречать. Здравствуйте. А у вас ничего не написано? Да, я поэтому и стала. Так, сюда, да? Да, можно поставить либо на подоконник, либо на подоконник. Чай, кофе, водички? Нет, спасибо. Так, сажусь. Держите стол. Держу. Ой. Послоила, да, салпутинка? Очень приятно. Комфортно? Чуть-чуть свободнее. Угу. Посвященнее там макияж? Да. Что бы хотели? Вот такой сделать получится? Ну, я с цветом не работала. Но в целом стрелочки можно сделать. Можно просто бирюзовый цвет заменить на какой-либо другой. Бирюзовый? Угу. А на какой-то другой давайте посмотрим. А губы такие получатся? Да. Ну, что-то более нюдовое, коричневые, золотые, грузовые оттенки. А это будет вечерний макияж? Да. Ну, ярко будет. Просто с другим цветом. Давайте цвета выберем. Вот такие, да? Осенние. А что-то более яркого нет? Да. Подойдет вам? Ну, сделаем в любом случае. Угу. Просто подберем. Может, тогда с красным, вот там я вижу красные оттенки. Вот такой вот, да? Угу. Хороший, пожалуйста. А какая у вас кожа вообще? Нормальная, склонная к жирности, иногда к сухости. Угу. Ну, сейчас она нормальная. Что вот здесь? Кондиционер работает, да? Душная. Нет. А приоткрыть окошко? Если можно, да. Вы на какое-то мероприятие идете? Угу. Если не секрет, что это мероприятие? Свидание. Молодцы. Слепую. Да, вот тут чувствуется чуть-чуть. Чуть-чуть. Чайчатки есть? Угу. Вы обычно в последневной жизни какой макияж делаете? Поле яркий? Яркий. Угу. У вас он декольта будет открыта вообще или нет? Нет. Это сыворот поводняющая? Угу. Масляная. Не будет жирниться? Нет, она хорошо как раз-таки в влажнике. У нас такие участки питается. Это вот это? Угу. А у нее там на дне это какие-то экстракты что-то? Да, там шиммер. Но я без него делаю, то есть не смешиваю. Плюс он росленькая еще сыворотка. Не смешиваю. Я вот такой первый раз вижу. А что это? Паранц. Она блестящим получается отдает? Ну вообще да, но я ее не встряхиваю, чтобы она не любит. Это пока еще не тон. Это бассейнер. А какой вы любите тон? Более матовый, более сияющий? Матовый. Вы здесь где-то рядом живете? Нет. Ай, думаю, просто все-таки в локации. Ну по карте я нашла, она здесь рядом встреча будет. Как по ощущениям? Нет там ничего не щитит. Ну, были покалывания после сыворотки. А сейчас? Ну, вроде проходит. Аллергены что-то есть? На сыворотке имеете? Нет вообще в целом. Ну, какие-то косметические средства. Какое такое? Ну, только на кисти из козы. Ага, хорошо. Есть какой-то любимый бренд косметики? Нет. Ну, отдельно любимые продукты есть. Я вот бренд косметики. Нет. Вот вы два тема смешали? Да. А он плотно идет, вот этот Валентин? Ну, что-то среднее. Он подходит для комбинированной кожи, для жирной. Вот. Ну, в целом подходит в нашем случае. Так, кремовую коррекцию любите? Ну, не сказать, что люблю, но делайте. Ну, да, просто для вечернего макияжа как раз поярче будет. Стойкость будет хорошая. Только прям слишком низко, не спускайте. Ага, хорошо. Ой, я забыла спросить, а есть что-то такое, что вы прям не любите макияж? То есть, румяна, хайлайтер. Так, в принципе, нет. Просто бывает приходят, а клиенты говорят, там, я... Румяна мне не надо. Кто-то мне говорит, набрать румяна. Надо, сколько-то мне не надо. А ресницы есть у вас? Конечно. Клеим? Да. Как массаж инфинтринажный получается. Это хорошо, что я сейчас спонжик мягкий. Да, это да. У меня это мне очень нравится. Самый лучший, я считаю. На самом деле, когда я, ну, почти только начинала, у меня был спонж. Я не помню, какого бренда. Может быть, вообще с Алиэкспресс. Но там действительно есть, бывает, и хороший. Но он очень твёрдый. И я это только познала в сравнении. Мне казалось, что всё хорошо. Когда пришла на обучение, посмотрели на спонж, сказали, что он очень твёрдый. Ну да, это здесь... Он бы сейчас был бы твёрдый. Я думаю, было бы то, не очень. Закрываем. А можете, да, салфеточку с губ снять? Да, ну, запах такой восковый у него. Какой-то новый оттенок у диод. Да, это коралловый, но он уже не так новый. Новый вот такой вышел. Тоже очень красивый. Это... Слуд. Как вы хотите, но я бы вот этот... Ну, это попробуем. Ну, вот эти румяные, они хитом не стали, как розовые. Да, 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 да. Розовые, да, стали. И вот эти коралловые. Пойте закреплять не буду, чтобы не довелось мне. Мне кажется, у вас идеальная форма бровей. Почему? Не знаю, очень хорошая форма. Достаточно вот чуть-чуть прокрасить. А я люблю фотографичные прям выделенные брови. Поярче, да? Пощетче, хорошо? Как у вас глаза? Чувствительные? Почему? Межесничка слизистая. Нормально. Нормально. Смотрим наверх. Думаю, руки холодные. Сейчас смотрим туда вниз. На секундочку. Наверх смотрим. Наверх. Ага. Теперь вниз вот сюда. И наверх еще. Сейчас просто наверх смотрим. Вниз. Туда. И вниз. Леснички любите подлиннее? Угу. Честно, мне кажется, что это красный, но относительно новая палетка, я ее, возможно, еще ни разу не использовала. Палетку? Нет, вот именно красный цвет в этой палетке. Закрой. Закрой. Как вам цвет? Не знаю, я не вижу. Зеркальцы, знаете. Ну или я посмотрю сюда. Не надо. Ну я поярче еще сделаю. Ну давайте сделаем. Ну да, это еще не так взялся. Ну так редко кто-то просит что-то яркое. Ну так классно. Надо попробовать что-то новое. А красных оттенков вообще многие боятся. Поэтому вы не делаете яркий макияж. Ну в цвете особо, да, не работаю. Только такие вечерние. Просто по типу смоки. Такое просят, но когда как. Сань, очень приятная зона здесь, конечно. Чуть-чуть надо потерпеть. Даже если обычно сама себе крашу. Там просто тени засыпаются внутрь глаза. Смотрим чуть-чуть вниз. Смотрим на нее жир. Нормально? Подводка эта? Да. Сушить не будет? Нет. Были какие-то проблемы с этим? Ну она обычно высыхает, трескается. Ну не было таких, я нарекаю. Не должна. Угу, открываем и смотрим сейчас прямо на сна. Немножко ресниц осталось такое. Нижние реснички обычно красите? Да. Смотрим наверх. Одноразовая щеточка можете нарезать. Да. Да. Щетки нет, к сожалению. Ну, есть, но мне будет и неудобно. Можешь на вытушь возьму. А, подождите. Есть в итоге щетка или тушь? А, есть щетка, но это абсолютно вот новый тушь. Просто щеточкой не очень будет, если честно. Наверх. Реснички потом просто горячей водой смываются. Там, а тушь это? Нет. Я право, реснички, которые накладные. Будем клеить. Сейчас, когда клею, буду клеить, они будут просто вниз. Смотреть. Угу. И вот такие клеи. Вот такие, вот такие. Нормально? Угу. Ну, у меня есть другие, но они будут более слишком грубо смотреться. Такие обычно я использую, если какие-то там инстамакияны. Ну, поярче надо, например, деками. Тут в уголку не мешает? Смотреть? Ну да. Это вроде. Ну, есть тень какая-то. Сейчас они когда... Ну да, прям... Мешай, да? Да. Это моя или ваша? Это моя. Вот это вот. Можете вниз посмотреть? Вот это всё. В уголку у меня не клеится. Мне кажется... Мне кажется, это ресничка, если я сейчас приклею, будет вам мешать. Что там? Она как будто режет эта острая такая подводка. А это? Получше вроде. Всё, что ещё остается? Губы. И всё. Это что? Это просто тон для того, чтобы выровнять цветку и чтобы было ещё ярче. Так, сейчас чуть-чуть улыбаемся. Это что за оттенок? 0,3 оттенок. Это что за оттенок? Это карандаш 0,6. Ну, я сверху добавлю ещё розового, и там у нас глянцевый блеск. Прозрачный. Это что за карандаш? Честно, не знаю. Я просто бывает покупаю брендов, даже не знаю, какие-то, например, бюджетные карандашки. А потом их тестировать. Но этот я что-то как-то не попадался. О, боже, что это за свет у него такой страшный. А, ну вы не переживайте, я сейчас это, добавлю сверху. Главное, чтобы он кусками так не остался. Да, нет. Размазывается? Угу. А вот это отдельно будет смотреться коричневый контур? Нет, я его растушила. Прям сухое такое. А сейчас у нас будет сверху. Всё? Сейчас, секунду, мне надо плотно подрадать. А эти штук закрывают. Это карандаш бежевый. Его можно на слизистую, можно для почищения. Чёткий форм, губ. Очень удобно. Слушайте, наверное, вверх, на секунду. Угу. Закрепляем? Да. Секундочку буквально. Что там опять? Да мне как-то не нравится, как с этой стороны смазывается. А что она смазывается-то? Да вот не знаю, хотя как бы стойкая подводка. Сейчас выйду, и всё смажется. Нет, она здесь хорошо, а здесь я натерла уже. Ой, я только сейчас... Вы снимаете? Вы снимаете? Сняла. А, я только заметила. Не смазывается больше? Угу. Как ощущения на губах? Не стягивает? Ну, стягивает внизу. Под слоем. Как вам макияж? Пока не видела ещё. Так, оплата у вас терминалом есть, да, мне сказали? Нет. Приплат? Либо наличные? Нет у вас? Нет. Транно мне сказали, что у вас есть оплата. А кто сказал, если я на телефон отвечала? Сейчас я проверю. Вы мне вчера звонили, да? Больше никого нет. Так, давайте номер телефона. Так, сколько у нас получается? Пять? Ну, вот мне моя помощница говорит, что вы не сказали, что у вас нет терминала. Как такое может быть? Не может быть, мне просто вчера только один звонок был. Вроде я с вами говорила. Нет, у меня помощница записывала. Да, не было такого. Про терминал точно. У меня было нет. Всё, спасибо, до свидания. Спасибо. Как вам макияж? Ой, не успела посмотреть. Смотрите хотя бы. Угу, но он долго. Очень было. Да, мы задержались. Всё, спасибо, до свидания. До свидания. Все, близко и на ярмарке. Угу. Ну вот, собственно, самостоятельно оттуда не зайти. В салам красоты. Потому что всё закрыто. Ну что, друзья, вот такой вот макияж получился. Визажист уже в конце говорит, ой, а вы снимали? Я не заметила, как не заметила. Если весь процесс, я сидела вот так вот с телефоном. Вот. В итоге мне сделали макияж за час пятьдесят минут. Час пятьдесят минут. Это капец, как много. Потому что обещали сделать макияж за час, за полтора. А тут один час пятьдесят минут. Я думаю, что вы заметили на протяжении всего времени. Я не торопила визажиста. Не говорила, ой, сколько нам ещё? Ой, давайте быстрее. Ой, давайте это. Ой, давайте то. Для того, чтобы посмотреть, насколько вообще долго будет длиться услуга. И что я вам хочу сказать. Что когда вы идёте на макияж, и он не такой какой-то финтиперстный. Это даже без укладки. Полтора часа, ну это максимально, что может быть. Час пятьдесят. Это прям вообще, ну это супер долго. Это без десяти минут. Два часа сидеть на адском стуле, который сегодня тоже был там. То есть я сидела практически два часа на этом стуле. У меня уже ноги отваливались. Я ногу туда и ногу сюда. Но никак не получалось найти нормальное положение. Потому что стульчик неустойчивый. Ну что, друзья, давайте оценим макияж. Потому что я его сама тоже не смотрела в салоне. Сидела без очков. И просто решила довериться мастеру. Сейчас я вместе с вами впервые буду его внимательно и пристально смотреть. И Ронька его тоже уже оценил. Он сказал, что оказывается кривые стрелочки. Вот посмотрите. Здесь стрелочка длинная, а здесь она максимально короткая. То есть здесь она такая, как бы даже, я бы сказала, натуральная. А здесь она уехала прям вообще. Ронни, тебя стошнила что ли от макияжа? Что такое? Теперь, что касается длительности. Час пятьдесят минут. Это действительно долго за кривые стрелки. Очень часто, вы мне говорите, не нужно торопить визажиста, посмотреть, какой вообще у него получится макияж за его скорость. Но давайте быть объективными. Мы идем в салон красоты. Неважно, там, в стоматологию, в косметологию. Не для того, чтобы на нас с вами учились, тренировались. Или там просто посмотреть, на что способен тот или иной человек. Мы идем конкретно за услугой. В данном случае мы идем за конечным результатом. Это за макияжем. И просто, там, два часа, там, три часа давать шанс человеку, который будет на вас тренироваться, еще и за это платить. Но тогда нужно поставить пометочку, что будет делать, там, макияж или любую другую услугу новичок. Будьте готовы к тому, что вас задержат. Или вообще, я считаю, что если человек не способен делать какую-либо услугу, он, значит, не имеет права за нее брать деньги. Вот. Либо снижать прайс тогда по цене новичка и работать, как душа пожелает. А не так, что поставить пять тысяч прайс в салоне, который находится в полуподвальном помещении, непонятно вообще, где этот салон находится. И почему в картах он отобразился именно как салон, а не просто как какой-то кабинетик. Один такой маленький, там, я не знаю, ну, прям очень маленькая комнатка. И там и кушетка на одной территории, и столик для макияжа, и еще что-то там было. Причем для меня было удивлением. Я позвонила, когда, во-первых, занята была трубка. Ну, ладно, там, видимо, был мобильный телефон указан. Во-вторых, даже после того, как я сказала, что я уже здесь стою, меня как бы нужно встретить, куда мне идти. В помещение одни туалеты как будто бы вокруг. Визажист, сейчас я, говорит, вас встречу. В итоге четыре минуты она меня встречала, я захожу, у меня было ощущение, как будто бы я ее оторвала от кофепития. Вот, потому что там была недопитая чашка кофе. То есть клиент уже пришел, я пришла вовремя, на минутку даже раньше пришла. И как бы вот так вот четыре минуты, я понимаю, если бы там не успевали, клиент был бы до этого. Но нет, зачем тогда вот так вот заставлять ждать? Это уже как бы сверх моего понимания. Теперь, что касается терминала. При записи я уточнила еще раз у своей помощницы. Никто не предупреждал, что, во-первых, нет терминала, только наличными либо переводом. Во-вторых, никто не предупреждал, что, оказывается, мастер не работает с цветом. Вообще. То есть вы приходите на макияж, вечерний записываетесь за пять тысяч рублей в полуподвальном помещении. Приходите, и вам еще говорят, с цветом я не работаю, достает три палеточки нюдовых оттенков, и все. Конечно же, вы можете отказаться от макияжа, но давайте представим реальную ситуацию, да. Что вы, приходя в салон красоты, вы планировали куда-то пойти, там, на мероприятие, да, как визажеры спрашивают. У вас мероприятие? Я говорю, да. А какое, если не секрет? Свидание, блин, вслепую. Какая разница, какое мероприятие? Мероприятие, и все. Приходится соглашаться на некоторые вот такие вот моменты, которые прям капец какие неприятные. То есть ни о каких ярких оттенках там речи не шло. Потом я предложила визажисту. Ну ладно, давайте тогда из того, что у вас есть, просто цвет заменим. Мы макияж и ставим все тот же самое. Причем визажист меня сама убедила, что все будет то же самое. Стрелочки и все. Это разве то же самое, что с референсом? Где затемнение? Где насыщенные стрелочки? Где внутренний уголок максимально проработанный? Ну вот сейчас я вижу здесь какая-то вот грязь просто размазанная. Здесь непонятно вообще что. Где эти внутренние уголки красиво прокрашены? Почему слизистая такая вот, я не знаю, проплешинами легла? Что вообще происходит с нижним веком? Почему она растушевана вот досюда, как будто это, я не знаю, мне фингал реально дали в глаз? Просто вот как бы я в шоке. Фингала за 5 тысяч рублей, как вам? Сам тон лица лег достаточно неплохо. Румяшки, кстати, эти от Dior мне вроде бы как тоже подходят. Но единственное, что я прям вот вижу, что здесь нанесены румяна и вот здесь. То есть они немного криво относительно друг друга нанесены. Что касается бровей, здесь кончик как-то, не знаю, недоработан. Здесь он переработан будто бы. То есть брови хотелось бы более корректно что ли их прорисовать, а не так, что... Ой, брови у вас хорошие, все. Мне не очень нравится, что вот плохо растушевана вот здесь вот линия. Видите, здесь уже моя кожа идет, а здесь тональный крем. То есть линию нужно лучше все равно тушевать вот здесь вот, на лбу. Напишите в комментариях, как вам в целом макияж. Губы вообще для меня непонятно, почему нельзя было растушевать коричневый цвет полностью. Визажист еще несколько раз у меня спросила, как вам макияж, как вам макияж. Но, честно говоря, сидеть и давать мастер-класс о том, что какой должен быть по-настоящему макияж, у меня не было никакого желания, потому что уже я устала сидеть час пятьдесят в этом стульчике. Вот. И еще раз хочу разделить эти моменты, да, когда вы смотрите мои обзоры, обязательно различайте. Я прихожу на макияж не с целью, чтобы просто там мне действительно реально нужен макияж. Я становлюсь в роль точно такого же клиента, как и вы, если вы пойдете, допустим, куда-нибудь за услугой, где вам сделают ее некачественно, где вас будут обманывать, или там еще более того, занесут вам инфекцию, или будут использовать просроченный продукт. Вот сегодня, кстати, визажист использовал вот такую подводку. Хотела напрямую нанести тушь, но для меня она открыла новую тушь. Что там после меня с этой тушью будет? Кому там передадутся мои микробы? Неизвестно. Почему так происходит? Почему такое отношение к гигиене у большинства? Это тоже неясно. Вот этот вот момент здесь вот досюда аж нарисованы губы, тоже не совсем я поняла. Хотя на фотографии не прям розовые барби губы, как здесь, а более-таки бордово-коричневые, наверное. Мне кажется, знаете, да, вот когда ходите в салон красоты, очень важно обращать внимание не только на там сроки годности и вот это вот все, но и на то, как в принципе работает весь салон. То есть сейчас вот прям информация для бизнеса, бьюти-индустрии. Когда клиент приходит, вот встаньте просто на место клиента однажды. Прям пройдите этот путь от и до. От того, как клиент вас нашел или как он даже вас будет искать. До того момента, как он попадет в салон и что там будет происходить. Чтобы у клиента не было вот этого вот квеста, сначала найти салон, потом найти эту дверь, потом эту арку, потом на какой-то этаж спуститься, среди множества туалетных дверей найти нужную. Ну, то есть это реально какой-то квест. Я помню, просто ходила однажды на квесты, там то же самое было. Угадай, какая дверь, в какую дверь ты выйдешь. В одну дверь ты зайдешь, там будет ужас, в другую дверь это будет выход. Здесь вот тоже примерно то же самое. И тогда просто яснее все будет. И, конечно же, меня разочаровывает тот факт, что не предупреждаю заранее, что есть все более 3 нюдовые палетки, при этом стоимость макияжа все равно расценивается как полноценная. То есть половина всего нет, но это все равно считается как вечерний макияж. Я говорю, вот нижнее слизистое вообще для меня, не знаю, парадокс. И вот сейчас на себя смотрю, и я вижу, что это некачественный макияж. Да, может быть, визажист очень старалась там как-то красиво что-то сделать, но не получилось, не фартануло, как говорится. И обязательно разделяйте, когда я хожу в салон красоты, вы смотрите мои обзоры, что я, когда говорю о чем-то у меня нет, то, знаете, я там обиделась или же визажист обиделся. Такого, в принципе, нет в рабочих отношениях. То есть там не присутствуют личные отношения, чтобы кто-то на кого-то обиделся. Обязательно это учитывайте. И когда я говорю и плюсы, и минусы, это значит, что и плюсы, и минусы я озвучиваю просто безэмоционально. Мы с вами рассматриваем вот этот вот макияж под лупой. Вот такой вот первый поход в салон красоты после моего возвращения получился. Неплохо, нехорошо, но 5000 сейчас я чувствую, что просто были отданы просто так. В трубу, как говорится, потому что вот с этим макияжем реально я бы сейчас навстречу куда-нибудь, на свидание уж тем более не пошла с такими кривыми стрелками. Ощущение, как будто бы меня нарисовала, ну, нарисовала и накрасила вот это все моя 11-летняя дочь. Так что, друзья, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой телеграм-канал, который находится в описании под этим видео, ссылочка на него именно там. И там выходит тот контент, который не публикуется здесь, на моем основном канале, и там вы будете в курсе всех новостей. Жду вас обязательно там, и там, кстати говоря, проходят очень часто конкурсы от меня, в котором вы можете выиграть. Всем удачи, всем пока-пока! Коснечки на клее, это вот мой подарок. Я залею. Сейчас вот такое вот точно не сделала. Что вы там опять столько много принесли? Буду я узнать, приплатный макияж. А почему у меня одноразовый? Чуть-чуть, посещать, помочь я. Какая моя макияж. Секундочку, секундочку, молодцы. Всем привет, друзья! Меня зовут Ники Макалин, и сегодня мы с вами идем в очень дорогой салон красоты, где макияж стоит 10 тысяч рублей. Изначально при записи мне сказали, что вечерний макияж стоит что-то в районе 9 тысяч рублей, но когда попросили выслать референсы, я выслала, кстати, вот эти. И мне сказали, что это не вечерний, а графический макияж, и будет стоить он 10 тысяч рублей. Притом я решила, что ресницы я наклеивать уже точно не буду после предыдущего выпуска. Если кто не видел, то обязательно посмотрите его тоже. Он уже есть на канале. Почему я теперь отказываюсь от накладных ресниц в салонах красоты? И сказали, что по длительности такой макияж будет 1 час 40 минут. Хорошо, что хотя бы сориентировали сразу заранее, потому что я спросила, а долго ли это вообще будет в мероприятии длиться, потому что сразу после этого у меня следующая самая красота, куда я еду, постричь кончики, обновить свой цвет волос, и вот это все. То есть мне нельзя, по сути, опаздывать. Ну а вы, если вам нравятся такие видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны, поставьте лайк этому парню, такому вот красивому. Ну, а мы погнали в салон на макияж за 10 тысяч рублей. Кстати, советую вам еще подписаться на мой телеграм-канал, ссылка на который будет внизу в описании под этим видео, потому что именно в своем телеграм-канале выходят полезные посты, кружочки, очень много всего интересного. Так что жду вас там. Давайте чай какой-нибудь какой-то, ну, хотя бы навидите. Можно предложить черный чай с мятой чипрецом. Давайте просто чипрецом без мята. Хорошо, распадайся, пожалуйста. Красота. Здравствуйте. Да, очень приятно сейчас. Сюда. Красота. Мы же вам ваше зрительство показали. Можно еще раз амстокрафировать? Давайте, да. Какой вы? Какой вы? Мне оба нравятся. Будем? Нет, их мы не будем клеить, просто адаптируем и все. Мы можем смотреть, как в принципе, по крайней мере. Давайте без вот этой нижней стрелки. Хорошо. В общем, цветовая камера, синяя что-то, с двойной стрелочкой. Ну, что за красота. Вот если бы еще здесь это... А здесь... Да? Мне хотите сделать? Против, если осталось, начинайте. Я вообще не против. А вот там, что за зона такая прикольная? Это мониторная зона, там вип-зал, там у нас террористы. А в вип-зале какие процедуры можно сделать? Все можно сделать процедуры. Там гости, у кого нет позитива, кредитальная сумма. Какой должен быть позитив, чтобы туда пригласили? Недавно. А просто так туда на услуги не попасть? Ну, нет. Друзья, я решила устроить конкурс и разыграть среди моих подписчиц вот таких 20 бьюти-боксов с сюрпризами. Здесь внутри, в коробках, косметика по уходу за телом, косметика по уходу за лицом, декоративная косметика, массажеры, бьюти-гаджеты. Чего здесь только нет. И таких боксов будет 20. Их настолько много, что они просто у меня в камеру не умещаются. Их реально очень много. 20 коробок красоты отправятся моим подписчицам. Давайте вам просто покажу содержимое коробочки. Все они с разным наполнением. Здесь, например, вот такая палетка теней, подводка, помада, смотрите, тушь, палетка для лица, хайлайтер, помада. И вот столько косметики. Это всего лишь я открыла один бокс. А вы представляете, таких 20 боксов. Где-то будет бьюти-гаджет, где-то будет косметика по уходу за телом, где-то еще что-то. То есть это будет для вас сюрпризом, но приятным. И все, что вам нужно будет сделать, это, во-первых, подписаться на мой инстаграм. Ссылка на которую внизу в описании под этим видео. Во-вторых, вам обязательно нужно подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка на которую тоже будет в описании под этим видео. В инстаграм вы можете смотреть мои сторисы, которые я стараюсь снимать для вас, делать их интересными. В телеграм-канале выходят полезные статьи, кружочки. Я думаю, что вам и так там тоже будет интересно. И третье, это вам нужно будет в свои сторис репостнуть какой-нибудь рилс из моего аккаунта, который вы любите больше всего, который вам понравился. И написать несколько строчек о том, почему вы смотрите меня, почему вы смотрите мой контент, или почему вам понравился конкретный этот рилс. Вот, обязательно с вашими инсайтами. То есть не просто репостнули, а еще и инсайт свой подписали. И, собственно, все, 20-20 вот таких боксов отправятся моим подписчицам. И, кстати говоря, если вы хотите, чтобы ваши шансы на выигрыш были намного выше, то вы можете делать очень много репостов. Вы можете делать их каждый день, пока идет конкурс. Но с одним обязательным условием, это, конечно же, всегда подписывать, либо же комментарий к этому рилс, почему вам этот рилс понравился, либо почему вы смотрите мой контент. Чем больше я буду вас видеть, тем, естественно, выше у вас шанс на выигрыш. Так что обязательно участвуйте. Все еще условия еще раз со ссылочками продублирую внизу в описании под этим видео. А мы погнали дальше. Не хватаетесь. Благодарю. Что это за такие теми в тюбике интересны? Можете посмотреть. Они уже идут такие голубые, да? Это как подложка. Ну что же, смотрите, смотрите. Нет, а что это делать? Они еще розовенькие есть. Первый раз такие представили. Американская косметика. Не похоже на краску? Ну, если что, будет съемка. Ну, ничего. Не покажется. Я люблю яркие макияжи. Просто некомфортно, если ты работаешь. Без ресниц будем делать. Хорошо. А вообще ресницы входят в стоимость у вас? Нет. Нет? Маленькие стоят 2,5 тысячи. Тысячи? 2,5 тысячи. А, 2,5 тысячи. Понятно. Пусть ее остынет. Вообще с ресницами, мне кажется, было бы эффектнее. Но мне последний раз ресницы наклеили, и я несколько дней с клеем потом ходила. Как клеим? Вот не знаю. Но он был черного цвета. Возможно, они близко к ресничным краям. Не знаю. Упакуете. А у вас что-нибудь для детишек есть? Для девочек? Для дочки своей, интересуюсь. Какие-нибудь процедуры? Услуги счастья. Ой, всякие уходики. Услуги счастья? Звучит заманчиво. Уходы для волос. Потом есть детский мультур. Детский уделяж. Угу. Ну, это, наверное, дети делают на какие-то мероприятия, скорее всего. Да, там, знаете, страшно или что-то. Если тебе слишком ярко говорите, хорошо? Может, на референции одна, а уже не хватит. Может, ты говоришь, нет, я так не хотела. А музыку можно чуть-чуть тише сделать? Да, котан, мне кажется, громче стало. Кружки похожи как из этого красавицы и чудовища. Молодцы. Это мицеллярка? Нет, это не есть. Молодцы. Все-все-все. Валя. Нет, нормально. Здесь с другой стороны? Нет, все. Непривычно? Да, нет. Наша стрелочка. Первая будет черная, правильно? Здесь первая, вторая, вторая коричневая. Ну, что-то типа того. Угу. А куда еще можно? А куда еще можно? В бок. Ну, смотрите, у меня она прям по виску. Сейчас прям вот так вот. Ну, как надо, так сделайте. Сейчас, можно там секундочку наморгать. Раз, два, три. Молодцы. Молодцы. Моргайте. Не длинная, комфортная. Стрелка? Не знаю, я не вижу. Не видите? Хотите поближе посмотреться? Там, мне кажется, короткая, нет? Сейчас я посмотрю. Да, она у нас отсюда будет сюда идти. Это, в принципе, нормально тогда? И что, мы удлиним вам? Сейчас посмотрю референс. Здесь вырвано так. Угу. Нормально. Ну, это хорошо, когда у клиентов хорошее настроение. Сейчас, раз, раз, секундочку, секундочку, молодцы. Да, нет, нечувствительные просто, когда вы так сидите. Правда? Ну, да. Тяжело. Сейчас чуть-чуть еще кое-какую помочим. У вас все хорошо? Да, все замечательно. Все прекрасно. Из напитков, может быть, что еще приготовить для вас? Может, воду желаете? Или все-таки бокал шампанского? Здравствуйте. Давайте кофе. Кофе черный, латте. Латте. На обычном, латте еще. Хорошо, сейчас. Помочь им за стрелки. Да? Спасибо. Присоединяйтесь, выкушите. Ну, рисую, когда есть на это время и настроение. Не пугайтесь. Расслабляем, кошки, расслабляем. Молодцы. Молодцы. Моргайте-ка-то, я смотрела, вы уже стерпели. Не моргали. Не понравится. Это администратор был, да? Да. Значит, у него можно спросить. А ее Вероника зовут? Прикольно. Красивое имя. У вас радостное выражение лица. Как будто вы не стрелки рисовали, а эту жизнь выиграли. Ну, нет, просто. Главное вывести, а это уже чуть-чуть вас еще помочь. Не стали сидеть, если стали, можете в страдку. Да нет, в принципе, хотя бы на кресле есть, куда ноги положить и спинка. Просто один, там очень комфортно. От дневной сколько стоит макияж? Сон, пусть. Наши полосы. Стали сидеть. Ну, есть чуть-чуть. Хотите облокотиться? Сон, так комфортно. И можно прям секундочку прямо перед собой? Благодарю. А не хотите там матовое? А можно сделать вот сюда вот сияние, чтобы переходящее матовое было. Где вот здесь? Где именно слевая полосочка? Ну, смотря какое сияние. Она будет про... Сейчас, как я, она полупрозрачная. Просто как... Оттенять. Ну, давайте. Симпатичнее. Нет, если не хотите, то не делайте. Нет, вот это прикольная штучка. Не упакаетесь, не упакаетесь. Молодцы. С блесками интереснее, да? Ну, а вообще это что за... Это хайлайтер, считается. Но, как правило, все используют. Коктейли. Ну, кстати, симпатично смотрится. Ну, здесь просто свет, когда он не прям, а когда солнечное или не солнечное, и скучный источник, свет попадает и переливается. Можно я вам реснички наклею? Это будет мой подарок. Наклеите? Да. Они у вас быстро снимаются, правда. Просто так будет эффектно. Давайте только на уголке. Молочки, хорошо. Нет, но если хотите, мы не будем клеить. Просто так будет поярче. Ну, давайте чуть-чуть. У меня было в два раза больше, потому что своих ресниц. Чтобы, да, клеи снять, мне... Нет. Вы не подрались? Ну, а чтобы ресницы накладные снять, там неизбежно свои оторвались. Мы должны музыку предположить, как вам клеи сделали. Нормально. Тушь обычная термостойка либо водостойка. Ну, термо, она придает этот объем? Она придает... Единственное, она смывается исключительно горячей водой. Ни водостойкую, ни термо просто обычную. Маслом термо не смывается? Нет. Вот, говорю. Напугаемся. А вы тушь так, что ли, обрабатываете? Антисептиком? Да, антисептик для косметики. А его на глаза можно? Антисептик? Ну, брат, вот, честно. Нет. Нет, нет. Ну, я имею в виду, выжжена кисть, которая потом... А, да, можно вообще в тушь содержится концентрат. Вот, или там. Нет, это нравится, но все равно я... А почему не одноразовые? Кисточки. Угу. Неудобно. Ну, вообще, наверное, много, так как обучение не приходило, сама задавалась этим вопросом. Можно ли общей кисточкой? Чек, вот, это можно. Хотите, типа, короче. Весняется? Да. Или подлиннее? Да, мне без разницы. Самое главное, чтобы они смотрелись хорошо и отлепились потом. Ну, уголочек глазиково припадем, почти, да? Хорошо. Тушились, по-своему, на силиконе. Горячей водой смывается? Обычной водой. Клей на силиконе? Да. Вот, с водой. Не тяжело вам? Нет. Не уплакаетесь? Нет, можно? Вот, смотрите, даже чуть-чуть наклеили уже. Не видно, да, вам? Сейчас посмотрю. Еще чуть-чуть. Можно? Вот прям до сердца. Чуть-чуть, давайте. Вам будет важно. Бесплатный макияж. То есть, если не отойдет, у меня бесплатный макияж, что ли? Леснички. Да. Но я уверена, что не отойдет. Поэтому так говорила. А кисти мыете? Конечно. А с фафетками и раз в неделю до конекса. Что такое до конекса? Это слойка гликистей, грубо говоря. Что это? Ну, как хлорка гликистей. А, дезинфектор что-нибудь? Ты замачиваешь сначала с фафетками, потом шампунем, потом до конекса, потом все промываешь, потом еще и бальзанчик. А только раз на неделю мойка влажная именно? Их часто нельзя. Ну, мне в 3 часа. Ну, допустим, после вот этих я буду сейчас пытаться отмыть сильно. А так салфетками? Да. И кисти для тона раз в 2 дня я влажаю. Разве не после каждого клиента? Нет. Шампунем я имею в виду. Угу. А так после каждого, конечно. Нет, просто если мыть шампунем после каждого, они быстрее, что ли, в негодность придут? Ну да, и тем более, допустим, у меня вот для тона, раз, два, три, я сегодня чисто физически. Но если у кого-то проблемная кожа, понятное дело, я эти кистианами не буду работать сегодня. А если шесть кисти, то что взять? Шесть для тона? Шесть для тона, можно. Чтобы мыть после каждого. Угу. И на заркласске. Не бойтесь. Молодцы. Угу. Вам какой эффект нравится? Наверное, креодинок матовый или высияющий? Средний, давайте просто. Средний? Ну, матовый лучше сделаем. Ну, Т-зона может через 2-3 часа уже пожариться. Только сюда прям слишком низ, не спускай тела. Хорошо. Если вас будет в космосе, я могу вам и сияющим чем-то упработать. Тенни, ты я не люблю, когда одежда почкается. Не жирные? Я вас заматирую. Мы с вами сделаем бэкинг, как на фотографии. И тогда пудрочка добавится. Если не хотите бэкинг, сделаю вам. Делайте бэкинг. Более ярко выраженные линии? Да. Мягко. Не больно? Нет. А так вот, если вечерние, допустим, смоки, там стрелочку, яркие губы красные, сколько у вас по времени? Час. Думаете? Ну, нет. Ну, не буду поманить, я всегда больше времени не определяю. Потому что бывает такое, что вот вы и сидите, не мешаете. А кто-то встанет, сначала в победку это позвонит, потом тебе его. Вечера, когда мне показали, за полтора часа смогу лезть. Час сорок, хотя бы дайте. Не, ну если заранее как бы сказать и заложить это время, то это ок. Ну да. Чем если бы вы сказали, допустим, да, мы за час сделаем, в итоге бы сделали час сорок. Как бы разница большая. Нет, я объективно ценю эту, что я за час вот такое вот точно бы не сделала. Нет, может быть сделано, но это было бы тепля, а тут еще надо дорабатывать. Чуть-чуть, Масик, можно окончить? Нужно. Не бойтесь. Такой маленький. Ну вы рассушите же в этот... Да, конечно. У меня, кстати, его не укрыли. Не укрыли. Да, заправлю. Обычно чем он закрывается? Подяните. Да уже. У нас еще есть время. Нет. В любом случае, положим. Положите. А губы давайте сделаем бежево-коричневые, нюдово-мертвецкие. Так, бежево-коричневые, нюдовые и дальше... Каким еще, что вы сказали? Так, у мертвеца. Хорошо, давайте. У меня есть на поток. А, кстати, матовый или глянцый? Там можно и глянец. И вот здесь и так наносить, то что? Более такой вот голливудский эффект. Макияж более стойкий. Чем если кистью, да? Да. Это плотнее получается. Ну, я как поняла, вам не страшно, что это лежит? Нет. Устала рука? Да, вообще все устало уже. Не слишком? Опустили. Хотите, вам поменьше сделала? У нас сейчас же еще затемнены, будет внешне будет. Ну, давайте попробуем. Просто я переживаю за вот этот момент. Так, давайте выберусь. Выберусь, чтобы если вам не комфортно. Посмотрите, комфортнее вам? Ну, вроде да. Внешне углублазик затемнется чуть-чуть, как тут? Да, затемняйте. Комфортнее? Либо хотите пониже чуть-чуть? Чего? Нижний век. Здесь прям смесь такая активная. Темнее может быть чуть-чуть? Можно. Чтобы как-то внешний уголок как единый смотрелся. Ну, вы скажите, чтобы не нарушилось. Ну, на рейтинге... Да на меня смотрите. Я бы тоже затемнела, но как вам комфортно? Давайте затемнем. Опа-цы, молодцы, молодцы. Если хотите моргать, вот такая интеграция. Кстати, напитки идут с стоимостью, услуги или идут отдельно? Какие-то напитки, я знаю точно, не входит в счет. Что-то включают в счет. Там вы можете смотреть, если что-то недостаточно. А сюда вы не забыли? Внутренний уголочек глазика? Ага. Нет, не забыла. Мы сейчас сделаем ее. А состав туши-то меняется, когда вы туда без конца антисептиком льете? И туши очень часто обнагляют. Ну, то есть я имею в виду... Они быстрее сохнут. Не наоборот, не разжижает? Нет, они быстрее высыпают. Часто это сколько? Раз, наверное, недели или нет. Да, вы что-нибудь еще возьмете? Нет, спасибо. Спасибо. Давайте брови, пубы, и я погнала. Вот здесь мы вам и на основном. Это точно постоянно страшно. Смотрите, планово. А как привыкли сушки подкрашивать? Графично, четко, темно. Ну, не темно, не этот, а имею в виду, что не бледно. По форме? Это на шестой. Не по форме. Просто если по форме сделать... Ну, делайте, в общем. Не тонкие прям сильно. И не прям широкие. Комфортно. Что нужно сказать? Нет, это не готовый вариант. А, по площади... Да вроде да. Комфортно. По темноте. Да. Что в этом опять столько много принесли? Нет. Это все-таки просто реальность. Нет, это быстро. Пару. Пушки, можно? Спасибо. Уже ничего. Вот, если с вами капотик, чтобы все сомневались. Ну, покажите. Света на кашу. Света на кашу. Мне до получено. Да. Мне нравится. Но он слабоват. Хочется, для насчетка решена. Клепковой, конечно, но лучше. Давайте. Раз, два, три. Молодцы. Попало? Ну, чуть-чуть. Ну, совсем. Ну, да, чуть-чуть должна быть. Прямо практически. Двергаться сильнее. Ну, теперь чуть попало. Хотя бы хоть чуть-чуть попало. У меня сегодня забрала чуть-чуть. Посмотрите, если что-нибудь с вами подправим. Подправить, убрать вот здесь, я думаю, нужно. А я тоже. Видела, видела. Точечку. Ой, а дайте этот чуть снять блеск, который он собрал, что-то. Сейчас секунду. Салфетку. Можете, поисковые ручки. Благодарю. А, можно вас? Я не хочу. Что вы там еще хотите доработать? У меня это достоинство, чтобы у нас вот такой же работаем. Куда? На центр. Губ? Да. Комфортно? Она будет более насильная. Все. Спасибо. Хорошо. Спустите меня? Да, конечно. Я не хочу. Хорошего дня и настроимся. Все, спасибо. У меня безриснительный снищетик на институт. А, хорошо. Давайте я вам помогу. Ну как, вы довольны? Макияжем? Да. Макияж хороший получил сегодня. Посмотрим ваши ролики на самом деле. Да? Да, я вас ждала. Я зовут Гульнара, я руководитель проекта. Аж приятно. Да, я надеюсь, вам понравилось. Ну, макияж хороший, просто чуть долго сделаю. А сколько по времени час сорок максимум закладывать? Побольше получилось? Ну, два. Два. Ну, простите, пожалуйста, да. Не, ну если хорошо делать, то можно и два часа посидеть. Спасибо, кстати. Голубой. Да, голубой. Надо тоже такой. Ну, куда-то на съемки потом. Ну, я сейчас еду на съемку. Так, друзья, смотрите, мне в салоне подарили вот такой вот букетик. Клубничка. Мелочи, приятно. Ну что, друзья, смотрите, какой в итоге макияж получился. Два часа мне его делали. Изначально сказали час сорок. Вообще, я просила уложиться за полтора часа. Но мне сказали, что час сорок, визажист чуть больше заложила времени. В итоге все равно два часа ушло. Но хочу сказать следующее, что когда два часа и при этом ровные стрелки, это еще можно простить. А когда делаю два часа и при этом кривые стрелки, это непростительно, согласитесь. Теперь, что касается самого макияжа. Очень красивый тон лица. Вот сейчас я вижу, да, на мне смотрится. При этом достаточно хорошо смотрятся сами стрелки. То есть они аккуратные. Они не смотрят в разные стороны. Хотя, не знаю, вот напишите внизу в комментариях. Мне кажется, что вот этот глазик чуть-чуть выше. Но за счет того, что стрелки аккуратно подведены со всех сторон, это не выглядит как-то неопрятно и неаккуратно. Также, что касается внутренних стрелок, они также есть. У них правильное направление. То есть они между собой не конфликтуют, не дерутся и хорошо смотрятся. Что касается самого макияжа глаз. Здесь есть определенные переходы. Я решила согласиться на вот эти блестяшки вот здесь. Единственное, что мне бы может быть в этом макияже, хотелось бы, чтобы это все смотрелось как единый и более такой дерзкий стиль придать. Это добавить сюда немножечко темного оттенка. Вот что вы скажете. Напишите. Контуринг носа зато есть. Это сразу почувствовалось, что и визажист, скорее всего, смотрит мои видео 100%. И вообще, в принципе, весь салон, как в конце уже руководительница сказала, что она смотрит мои видео, и вообще, в принципе, весь салон смотрит. И это чувствуется сразу. То есть нос сделали контуринг. Многие вообще, в принципе, это все игнорируют. Есть определенный вот здесь вот контуринг лица, и он не выглядит каким-то уж очень сильно рыжим. И при этом за счет того, что позаботились о каждой, скажем так, частичке лица, тон выглядит достаточно достойно. Вот даже сейчас на меня вот посмотрите. Он не выглядит как-то, не знаю, очень странно на коже, когда кожа, знаете, не холеная становится после тона, а старая на 20 лет. Здесь же такого нет. Что касается бровей, единственное, мне казалось, что можно было бы чуть-чуть сюда продлить брови, потому что вот здесь вот она длинная, а здесь чуть коротковата. И при этом мне хотелось бы вот здесь, наверное, синий чуть-чуть убрать. То есть когда он смотрится вот здесь, это одно, а здесь как будто бы уже хочется, чтобы этого голубого оттенка не было. При этом вот здесь тоже аккуратно идет переход, получается, от светлого к темному. И что касается губ, губы, они красиво накрашены. Единственное, вот этот вот момент я уже не стала менять, уже времени не было. Но сочетание цветов тоже хорошее, то есть губы сюда подходят. Сразу накрасила так, как я просила. Единственное, потом мы еще добавили помаду, потому что блеск все-таки скатывался, прям вообще нереально. Теперь что касается в целом сервиса в салоне красоты, да. То есть когда я пришла, там, кстати, есть дверецкий, который открывает двери. И это очень удобно на самом деле. Мы встретили напитками, там очень большой выбор чая и вот этого всего. И предлагали несколько раз на протяжении всей процедуры. Ну, сами представляете, два часа сидишь в салоне, и, естественно, там за эти два часа ты выпьешь и чай, и кофе, и, может быть, еще и воды, и перекус какой-то. И мне было интересно, вообще, стоит ли это отдельно или не стоит. Потому что, как мы с вами до этого проверяли другой салон красоты, где на минуточку макияж стоил еще дороже, чем в этом салоне, там все было отдельно. Вот здесь это все было включено в услугу, но есть, насколько я поняла по словам визажиста, напитки и позиции, которые не входят в стоимость услуги. Но я так поняла, у меня сегодня таких как бы не было напитков. Теперь, что касается ресничек, визажист обещала, что если реснички будут плохо смываться или вообще не будут отдираться, клей будет у меня на глазах, то она мне просто сделает потом еще один бесплатный макияж. Такая вот как бы гарантия. Насколько она будет правдива, это мы уже узнаем, когда я буду смывать макияж. Но то, что реснички сделали в подарок просто, чтобы улучшить эффект от макияжа, это огромный плюс к сервису. Потому что, объясню, да, то есть лучше сделать там несколько, не знаю, 5 пучков этих ресниц в подарок клиенту, но при этом макияж будет классно смотреться, при этом клиенту понравится абсолютно все в этом салоне. И, конечно же, вероятность того, что первый раз клиент придет в салон, он потом останется постоянным клиентом. Потому что цель любого бизнеса это что? Это, конечно же, привлечение, во-первых, новых клиентов, и второе, это этих клиентов делать потом постоянными. Они так, что не заботятся вообще ни о своей репутации, ни о чем, и постоянно работают только на новых клиентов. Но это истощимо со всех сторон в бизнесе. Я не знаю, насколько постоянно они дарят клиентам какие-либо комплименты, вот именно в плане цветочков каких-то, фруктиков и так далее. Но, тем не менее, в честь праздника, а это видео я снимаю сейчас, когда День влюбленных, они это сделали. Теперь, что касается самой атмосферы в салоне. Очень аккуратно, очень чисто. Я попросила сделать музыку потише, мы ее сделали потише, потому что все равно не было посетителей в салоне. Но меня, например, немного смутил тот момент, что визажист раз в неделю только моет кисти шампунем и различными средствами. А на протяжении всей недели она салфетками их очищает. То есть салфетки это как бы такой экспресс формат, но все-таки раз в день можно, мне кажется, в целом помыть кисти для того, чтобы все это дело смыть очень хорошо. Вот это я так считаю. Напишите еще внизу в комментариях, как вы думаете, салфетки они заменяют ли вообще в принципе мойку шампунем и мылом или же нет. Сейчас я еду на съемку и еще мне нужно привести свои волосы в порядок, постричь вот эти сухие кончики, потому что я через неделю лечу отдыхать на Бали. Вот я не знаю, вот это видео выйдет до того, как я улечу или же после. Тем не менее, все равно подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылка на который тоже внизу в описании под этим видео, и тогда вы будете в курсе всех новостей. Теперь, что касается длительности процедуры. Еще раз. Два часа макияж может длиться, если он в итоге сделан офигенно, если он сделан качественно. И в данном случае, что я увидела, что сделали в подарок вот эти реснички. То есть, есть какие-то определенные косяки, понятное дело, что все идеально, быть никогда не может, да, нет предела совершенству. Но когда это все сглаживается какими-то положительными моментами во время пребывания в салоне, это, конечно же, плюс. Так что, друзья, напишите в комментариях, как вам этот макияж, как вам вообще в целом самой красоты и мейк за 10 тысяч рублей. Нравится вам, не нравится? Обязательно ставьте пальчик вверх, делитесь этим видео со своими подружками, чтобы продвигать это видео лучше и больше. Всем удачи, всем пока-пока. Как вот в этих дворах ходить, плутать? Остричь можно? Не хотите? Можно. Да. Просто как пелемень блестящий. Ой, с таком грязной. Кожа просит, просит увлажнения, все впиталось. Всем привет, друзья, меня зовут Ники Макалин, и сегодня я иду в салон красоты в центре Москвы, на Тверской, кстати говоря, где вечерний макияж стоит 5 тысяч рублей. Меня сразу ступор вводит, когда я вижу, что салон красоты находится в каком-нибудь цокольном этаже, в подвале или еще где-то, потому что, ну, это страшно, поверьте мне. Поэтому, собственно, посмотрим, насколько хорошо мне его сделают, потому что район достаточно такой, ну, скажем так, пафосненький. Ожидания тоже есть определенные от салона, как минимум, чтобы сделали хороший качественный макияж, соблюдали гигиену, то есть такие базовые стандартные требования. Так что обязательно ставьте палец вверх под этим видео, если вы любите мои проверки салонов красоты, обязательно поставьте лайк этому пареньку Роньке, видите, он, как всегда, внимательно слушает. Он самый, мне кажется, заинтересованный пес в теме салонов красоты, который вообще существует в этом мире, поэтому не пожалеете для него лайков. Вам не жалко, мне приятно, это помогает продвижению, это помогает развитию канала. И еще что очень важно, если вы хотите видеть больше полезного контента, больше моего лайф-контента, то, конечно же, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на который тоже в описании, под каждым видео. И там же также очень часто я провожу конкурсы. А теперь погнали в салон. Так, непонятно, как пройти здесь во дворах центра, всегда очень сложно. Почему мне здесь делать навигацию, не понимаю. Алло, здравствуйте. Да, у вас это моя зовут. А подскажите, пожалуйста, как вам пройти? Третье строение вижу, вокруг хожу во дворе и не могу найти, как пройти в цукольный этап. Мы с Тверской зашли, да? С Тверской, да, такси, ага. Сейчас вот, если вы во дворе, справа... Справа что? Вы пропадаете? Если справа видите стройку, да, можно? Да, да, да. Идите прямо. Вот прямо до конца, если вы пройдете, будете увидеть железные кованые ворота черные. Прям нужно прямо пройти до конца. И выйдите в сад, аквариум. Хорошо, сейчас приду. Хорошо. И вы ждете. В общем, друзья, очень сложно найти. Сейчас я вам просто покажу, чтобы вы понимали. Там вот, где арка, там получается Тверская улица. Центр-центр прям. Сейчас даже мы вместе с вами посмотрим. Вот, видите, вот там. И не совсем понятно, как вот в этих дворах ходить, плутать. В общем, друзья, очень сложно. Еще пять минут на звонке. Пытались мне объяснить, как пройти сквозь эти дебри. Какие-то еще ворота нужно было найти. Меня отправили сюда, но здесь никаких ворот я что-то не вижу. Видеонавигации в салоне нет. Я спросила, вы, может, меня отправите? Ну, как правило, если сложно найти в центре какой-то салон, если он находится в таких местах. Вот, по-моему, где-то здесь. Обычно делают навигацию, чтобы было понятно, когда ехать на такси, когда ехать на метро. На такси сюда мы даже вообще с таксистом не смогли заехать. Ой, божечки-кошечки, почему так сложно все? Всего лишь захочет в салон красоты попасть. У него уже руки и ножны. Владельцы бизнесов, обязательно имейте в виду, что нужно ориентировать клиентов, как добраться до вас. Потому что клиент просто в следующий раз, скорее всего, не захочет прийти в такой салон. И, конечно, из всех возможных вариантов идешь не туда. Алло. Алло. Вот я уже даже до театра дошла. Это там? Да, вы зашли в такой сад, да? Как парк? Да-да-да. И поверачивайте направо. Сейчас я выйду поскручу. А, все, я уже взяла. Да, я, конечно же, из всех возможных вариантов пошла в другую сторону. Наверное, вот в ту сторону, да, пришли? У меня куда-то все здесь привез, он сказал, вот здесь, туда, вот. А по карте не показывают именно второй корпус почему-то. И отсюда, я так понимаю, машина не заедет. Да, наверное, будет удобно, если в следующий раз с садовой, если там другой адрес Бева, Triumphalny 2, он вас туда привезет, и оттуда будет легче выходить. Потому что у нас клиенты всегда такси заказывают, они заказывают на Triumphalny 2. Он стоит сюда выходить сложно, и дальше позвонит. Это Макияж, да? Да-да-да. Здравствуйте. Людмила. Ага, привет, Алло. Привет. Привет. На макияж или на уходы, что ли? Нет, только на макияж времени хватит. Присаживайтесь. Присаживайтесь или при... Присаживайтесь. Сюда. Да. Понятно. Работать или обсуждать? Можете поставить, да? Я все равно накрываю простыни, когда работаю. Ага, все, нажимаю. Так, какой у нас выход, что мы надеваем? Так, будет черное просто платье. Черное платье, а стиль? Вот такой. Такой или такой? Ага, хотите блесточки, стрелочку. И... Ну, я сделаю темные тени, матовые, потом блесточки, стрелочку и брови. Коррекцию бровей надо вам делать? Что вы знаете? Форму коррекции. Не хотите покрасить? Ахаха. Краской, нет? Нет, времени сейчас нет. Спасибо. Так, какой выбираем? Этот или этот? Вам вот этот, второй больше. Вот этот подойдет? Нет, нет. Вот этот? Да. Ну все. Вот этот вам больше подойдет. Не знаю, как насчет снизу блестки. Я бы снизу матовым только оставила. Ну давайте, да. Ну, когда накрасим, посмотрим. Что вам, какую музыку включить? Без музыки вообще. Одни люди уже устали, да? Отдыхаем от музыки. Ну, там играет. Так, ну что, косметика стойкая. Будем с вами подсматривать... Отчетчики ваши аккуратно. Давайте так положим, чтобы вы не забыли ничего. Да. Будем подсматривать, если что. Ну, если хотите, я вам там сфоткать. Ну, я его знаю. Это не надо. Начинает газ, потом тон. Все будет у вас держаться. За это не переживайте. Угу. Матова сейчас сделаем. Тоник. Кремушек немножко. Немножко. На смоле. Хорошо прямо возникнет, а то у меня прям сухая кула. Я шевелюсь, поэтому... Что это? Сыворотка. Сыворотка и кремушек, собственно. У меня сейчас у всех такая ситуация. Можно чай, лепешку, нет? Да нет. Ужасно? Нет. Хотя можно водички. Водичку попросить. Хочу, чтобы мне вот тут сделали зеркало. И не напротив там садиться и красить. Ну да, это так и вообще чуть неудобно. Ну да. У вас здесь темно просто. Нет, кстати, тут не темно. Вы просто не видите себя. Вот и я. Ну, я это, в общем, уже попросила. И мне будет это скорость. Когда очень яркий свет слишком гьет, он тоже так напрягает. Да? Да. Нет, ну если там процедуры какие-то лежа делать, то да? Я вообще лампочку включаю ночник, если чистка, то редко, кстати, бывают косметологи и визажисты в одной улице. А вы косметолога? А почему интересно редко? Ну, обычно сейчас я просто давно работаю, но сейчас визажисты делятся. Иногда просто они визажисты. А я вот настолько люблю свою работу. Всегда работала и косметологом, и визажистом. Мне все интересно. Все, что связано с внешностью. Можем немножко вот торчащие волоски отстричь можно? Не хотите? Да не надо, я их дома отстригу. Ага, видите, кожа просит, просит увлажнение, все впиталось. Часто пользуетесь услугами визажистым? Ну, бывает, поножди. Класс. Ну, главное, чтобы ваша не визажистка. Угодно? Да, кисть очень жесткая, когда прямо ставится. А, сейчас. А реснички есть, да, тоже? А реснички, да, кучочки. Ой, стакан грязный не буду пить. Чужая помада там. Где? Вот с этой стороны лечи. Ну, да, лечи-то вполне. Не надо, спасибо. Слушайте, это так вот сюда мойки помнилось. Да, мне кажется, это там вручную прям тряпкой не дошли. Ой, господи. Вообще одноразовый я люблю в таких местах. Ну, да, я думала в одноразовом, в принципе. Ну, вроде мягче. Угу. Угу. Вечером, да, мероприятия? Вечером, да, мероприятия? Прям такие явные не будем делать, приглушенные. Блестя... Я сделаю обязательно основу, блестящие блестки. У меня как раз они гелевые такие, уже основные. Приглушенные, то есть, значит... Ну, не такие крупные куски, а мелкие больше. Ну, сделаю, смешаю, красиво будет. Вы мне просто показали принцип и модель, да, мейка. Я делаю идентичную. Я вам так на слоевой тени, на основы и на жидкие, что они у вас никуда не денутся вообще до утра. Да? Да. Сейчас я вам пока покажу хоть какой-то этап работы, чтобы вы были спокойны. Личико еще уложено. Обязательно. Вы внутренние стрелки и переносите? Ну, если... Так, не очень сильно, да, видно? Это нет, нормально. Это не острое, не деревянное выкручивающее. Новое, что ли? Да. А он стойкий? Ммм? Стройкий? А я же тянь буду закреплять. Ой, прям на этой слизистой? Нет, ниже. Нет, на слизистом не было. Угу. Все. Ха-ха-ха. Не надо, в общем. Отдых. Это тени жидкие? Угу. Так, а вот, блин. Блесточка нужно. И потом добавим еще яркие сценты. Думаю, мешают эти, да, вот, штуки? Блиненько. Да, она просто падает постоянно. Ее нельзя там как-нибудь закрепить? Можно. Я думала, что вас просто будет сдавливать. Да, она только такая, тугая? Я думала, и так можно. Да. Колит. Угу. Что-то колючее такое кисточек. Да, вот так чувствительная. Она из козы? Это из козы, кай синтетики. Вроде боком уже кладу. Чувствительные веки. Он оказывал мне рядца. Угу. Убираем. Синтетику тогда оставляем. Просто та синтетика, она же была, это, плоская. И там один волосочек торчал, да? Да, который вообще невозможно пылить. Странно. Видимо, я их постоянно стираю. Вот, что, как получается. Так, смотрите. Сейчас вы не смотрите ни на тон, ни ресниц, еще нет ничего. Просто вот, и вот так вот, видите, как я вам сделала форму. А на что смотреть? На тени. Ну, просто. Зеленого нет уже. Зеленого сделаю сейчас. Вот такой, смотрите. Вот, покажите-ка еще раз. Ну, сильно не подойдет. Сейчас я сказала, что нам мешаю вот так. У меня второй-то голубой. Ну, вы когда-нибудь, когда вместе, дадут вот такое хамелеон. Близко очень, видите? Но, если мы положим... Видите, у нее по бокам все темно. Если мы это положим на весь глаз, он будет просто как пелемень блестящий. Нужно в центр уложить. Почему я сделала оливковый и матовый? Ну, я коричневый с блестком сделала. Цвет детская не ошибка. Да, это все не надо. Вот так бы я сделала бы. Видите, он красиво горит. Будет переходить в аж темный. И потом делаем стрелку черным и делаем листовички. Аккуратненько. Сейчас будете все время открывать глаза, потому что нам нельзя... Закрыть не умудрить с этим количеством цвета. Прям горят. Вот, подсматривайте за собой. Видите, как красиво. Это только один коричневый, оливковый этот. Даже не знаю, как он этот. Оливка с золотом, серебром. Все вместе намешали. Это довольно-таки крупные блестки. А они потом не скатываются в складку? Нет, поэтому я вам и сделала основу для того, чтобы они не скатались. Сама основа крем на крем идет. И блестк на блестк там все так держится. Так. Красота. Ну, еще будет стрелка и чуть-чуть реснички. Искусство страшно. Искусство страшно. Красота страшно. Искусство. Нам главное сейчас, потом быстрее все пойдет делать. Главное глазки вывести. Вот поэтому я и не люблю натуральные кисти. Во-первых, они колючие, большие вот эти особенно. Во-вторых, у многих на них аллергия. Поэтому я с синтетиками на основу. Крем это? Угу. Для глубокого увлажнения. Аптечные что-нибудь какое-то? Угу. Угу. У меня вообще с такими не работаю средствами, в которых там слайки могут быть. Ой, на губы не надо. А, не любите, да? Крем на губах, как будто жир. А бальзам будем наносить или матовую помаду? А вы уже потом, если что. Не, ну бальзам посмотрим сейчас какой. Да. Бальзам как классический. Вы хотите такое? Он полупрозрачный, потом... Не надо. У меня, в принципе, я из дома. Бальзам. Хорошо, что вы падаетесь. И кто же спешит ко мне? Что это за тональный крем? Это тональный крем со светоотражающими частичками. Красиво ляжет. Да, а что за бля? Это корень. Он прям подсвечивает? Новый какой-то, немножко, да. Вот я где глазки, я сбоку где скулу делаю. Он красиво так, знаете, как-то холит лицо. А где его купить потом? Подружку. Подружки я делаю. Золотом яблоки. У меня прям темный? У-у-у. Я живой с этим. Сейчас красиво будет, не переживай. Ой, прям не спускайтесь. Там декольте не были? Нет. Если бы не ваше покрывало, вы бы уже испачкали, да? Ноги просят, и шеи, и декольте. Не знают, что наденут, поэтому говорят, на всякий случай обработайте эту зону. Уже глажу кисточкой, чтобы не царапать вас. Немножко сделаем снизу вот такой темный. Чуть-чуть. 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 Чуть-чуть, да. Коррекцию любите? Да. Губы вот такие, наверное? Губы. Губы. Угу. Натуральные, да. Они и не бледные, и не забивают глаза. Угу. Ну, только не розовые. Нет, нет, бежевые такие. Ну, там розовые присутствуют, но просто не в пинг такой уходит, не в барби, а матовый. Можно вообще холодный бежевый такой сделать. Да, лучше такой. Хайлайтер немножко делаем. Угу. Делаем матовый лайн. На губы иметь его? Нет, на губы. Стрелка? Да. Матовый лайн. Так, сейчас несколько, мы прокрасим сначала губки, а потом несколько пучочков я поставлю. А, и одноразовый нету щёточек? Щёточек. Сонная грязная тушилась. Это не грязная, это наклейка была. Здесь она, она новая как раз-таки. И наклейка наклеивает, вот. Там, внутри. Ну, одноразовая она-то здесь, помимо. Здесь вот где-то целая пачка была. Это клей, да, наклеивая. А вот это-то не клей. Что? А, ну я потому что вот так вытираю её. А вы какой пользуетесь обычной тушью? Ну, по-разному. У тебя, смотри. Которую обычно объём придаёт. Если дома. Хотите более естественные или потолще. Ой, вот эти, наверное, чересчур. Вот эти слишком легкие. А вот эти нижние, может быть, такие. А ещё есть? Вон там что-то. Это тоже крупные. Ну, нахуй, на угол. То она красивая будет. Ну, вот эти на угол, да. Да, красивая будет. Там ещё 10 минут хватит. Да. Сейчас я помню, как он не выдаёт. Клещ, что ли? Да, будет. Может, высох? Нет. Слабый? Да, попробую. Просто так, как. Что есть, что нету, да? Да, как ваши. Несколько таких мы сделаем. А мы же другие, по-моему, выбрали. Нет. Вот эти, они одинаковые. С этим одинаковые. Нет, вот эти вы нанесли. Я один попробовала. Ну, что, по-моему, такие. Ну, давайте, как-то гладить. Они как раз и не без осны. Так, изначально вот эти же и решили. На уголочке, да. Да, мне кажется, это ваши. Только не дряните по гладикам. Да, это ваши. Да, это ваши. Да, закладить. Уже ноги устали. Ну, да. Так, губы. Вот, смотрите. Вот хорошие оттенки. Это все-таки уже. Ну, вот этим давайте. Вот этим, да? Можем в центре этим, прям, как помаду вам сделаем. А можем сделать вот такой цвет помаду. Ой, не, не хочу помаду. Вообще не хотите? Только карандашик, да? Здесь даже вот такой вот. Не, не, не. Ну, все, тогда вот этими двумя сверху и внутри. И будет держаться. По-вашему контуру делаем. Можно чуть выше. Ага. Мне кажется, так очень красиво. Теперь посмотрите и скажите мне по поводу румян добавлять или нет. А вы их уже делали? Я немножко делала. Добавить? Чуть-чуть, да. И вот эти крошки с губ. Убрать можете крошки? Оставим матовые, да? Не будем ничего добавлять. Так, дайте-ка слегка прям сделаем. Смотрите, можно сделать вот такие, как бронза. Обычные румяные давайте. Матовые, не блестящие. Сейчас. Да. Все, до свидания. По карте. По карте. Все, спасибо. Все оказалось намного проще. Оказывается, с другой стороны можно выйти к метро. Но на такси заехать в любом случае никак не получится. Тем не менее, все равно очень сложно. Так вот, такой макияж мне делали полтора часа. Час 35 минут, если быть точнее. 10 минут мы еще с салоном общались по телефону. Они меня пытались сориентировать, как до них дойти. Но даже элементарно от других ворот они все равно тоже не сделали навигацию. Что для меня на самом деле странно. Ну вот, какие-то ворота непонятные. Вы, например, знаете, что вам нужно зайти в эти ворота? Я, например, не знала. Никто из новых клиентов не знает. А мне администратор говорит. Ну, а вы в следующий раз, когда к нам приедете, говорит, идите вот оттуда. Наши клиенты вызывают такси туда-то. Клиентам просто пришлось научиться находить и выходить из салона. Ну что, друзья, давайте рассмотрим этот макияж вблизи. Еще раз повторюсь, час 35 мне делали вот этот макияж. В итоге почему-то он выглядит не то, что как бы из 90-х. Как вот я люблю говорить, и не зря я это говорю, что моя 11-летняя дочь делает макияж намного круче и лучше. Вот что вот это такое? Объясните мне. Здесь то ли это синяк, то ли еще что-то. Просыпанные тени. Давайте сначала вообще пройдемся, в принципе, по макияжу, а потом уже про сервис. Это вообще отдельный разговор. Брови? Окей, еще можно понять брови. Вроде бы как-то неплохо. Я не скажу, что отличный или же совсем убога. Нет, неплохо. Ронни, походу, не нравится макияж. Сейчас я его возьму и покажу ему. Мейк. Ронни сказал, что лучше бы эти 5 тысяч ты потратила мне на вкусняшки. Или на мне одежду, да? Уж лучше ребенку одежду купить, одежду купить, чем вот этот макияж за 5 тысяч сделать. Или его любимые утиные кусочки. Такой сладенький. Он даже отказался полизать помаду. Хотя обычно он это любит делать. А сейчас ненавистники животных скажут, фу, как можно, чтобы собака лизала там тебя. Но на самом деле Ронни, он намного чище, чем некоторые, наверное, люди в том числе. Теперь возвращаемся, значит, к макияжу. Вот за 5 тысяч рублей хочется видеть и кейсик такой посерьезнее, да? А не так, что пошел в самый ближайший бюджетный косметический магазин, набрал полную корзину всякого хлама на 5 тысяч рублей, и вот тебе уже а-ля кейс визажиста. Нет, хочется видеть классную качественную тональную основу, хорошие палетки теней, хорошие продукты для бровей и для губ тоже в том числе. А не вот эта вот бюджетная фигня, там за 100 рублей карандаш, да? Просто я не понимаю, вот еще, ладно, окей, года 4 назад я бы вам сказала, что я понимаю бюджетные продукты, но давайте признаем честно, что когда мы идем на макияж выше среднего ценника, ни за полторы тысячи рублей, ни с авито, вызываем визажиста в нормальный такой салон красоты в центре Москвы, не хочется, чтобы на тебе использовали продукты, которые вот прям, причем все, 8% кейса было использовано именно бюджетного. Там были еще какие-то палетки, что-то такое из люкса, но это прям по минимуму, то есть в целом кейс это все равно что-то вот такое вот сборное, ощущение, как будто бы косметичка очень-очень неряшливая, что ли, вот так вот я бы сказала. И вот я считаю, смотрите, вот эти вот карандаши, они очень сушат губы, они некрасиво смотрятся, они здесь уже скатались, и карандаши, есть все-таки разница, когда карандаш стоит 100 рублей для губ, и когда карандаш стоит 1000 рублей. То есть вот эти вот все карандашики по 100 рублей, мне кажется, что это больше для того, чтобы поэкспериментировать, может быть, там научиться, может быть, для себя использовать, но не для профессионального использования, не для профессионального макияжа, как бы стойкого, да, насчет которого так много визажист говорила, что она делает мне именно стойкий макияж. Хорошо, вот теперь посмотрим на вот эту стойкость. Что мы видим? Все тени осыпаны по всему лицу, и вот почему качество кожи, оно у меня и так как бы нормальное, да, а тут мне прибавили плюс 20 лет. Как можно макияжем прибавить настолько много лет, что изначально-то на макияж идут, чтобы красиво выглядеть, а не выглядеть в итоге как будто бы, я не знаю, с бодуна. Теперь, что касается пудры и вот этого всего, вы посмотрите, сколько это на лице много, при том, что я не говорю сейчас тональную основу, я говорю именно пудры, потому что вот здесь вот, видите, тональной основы нет, здесь вот оттенок моей кожи, вот. Здесь какой-то рыжий контуринг, непонятного вообще происхождения, что это такое, почему лицо все такое ржавое. Насчет вот этих ресниц накладных я вообще молчу, как они были наклеены, вот смотрите, здесь вообще проплешено, здесь вообще непонятно уже, как наклеены. Что касается слизистой, почему нельзя было нормально слизистую прокрасить и внизу то же самое, где вот эта стойкость макияжа, я после макияжа сразу приехала домой, потому что здесь у меня сейчас созвон. Стойкость макияжа настолько стойкая, что тени до утра будут держаться, а нафиг мне нужны тени, если в целом все остальные продукты вот такие вот, они некачественные, да. Вот эти вот тени до век поднятые, что это вообще, я не понимаю, вот здесь вот, где растушевка. Она выбрала зеленый макияж, и вы мне показали, говорит, принцип, направление, и я делаю идентичный макияж. Мне кажется, что визажист не совсем понимает слово идентичный, идентичный это значит одинаковый. Может быть она хотела сказать, что она адаптировала макияж, может быть она хотела сказать, что она делает приблизительный макияж, но то, что она сказала, абсолютно противоречит тому, что она сделала. Она сделала просто ужаснейший макияж за 5000 рублей. Теперь, что касается внутренних стрелочек, где они просто? Я сидела без зеркала, чтобы вы ощутили всю обстановку. Я сижу в каком-то маленьком, темном, холодном кабинете косметолога, там душевая кабина есть вот такая из 90-х треугольная, там же диван какой-то плюшевый, здесь эта кушетка, здесь же стульчик, абсолютно нет условий, чтобы сделать макияж. Да я бы, честно говоря, к косметологу бы в такой кабинет никогда бы не пошла, потому что если учитывать, что человек не соблюдает гигиену в макияже, то о чем можно говорить, когда человек уже будет работать с кожей. Сижу, значит, такая на этом стульчике, куда нельзя ни руки положить, вообще абсолютно ничего. Так неудобно, это уже почти там больше полутора часов сидишь, и вот просто я уже с одной ноги на другую, и туда, и сюда уже не знаю, как там присесть нормально. Условий абсолютно нет, там нет даже визажистого места пройти, да, то есть как бы мои ноги уже кушетка, все. Губы, естественно, не прокрашены до конца, и нормально тоже не прокрашены. Что касается нижнего века, вообще караул, там даже тушью не воспользовалась визажист, у нее тушь вся грязная, вот здесь была, вот здесь вся грязная, я ей говорю, давайте поймем, это просто клей, это клей, я вижу там грязь, на что я ей сразу говорю, это грязь, говорю, сделайте одноразовой щеточкой. Кое-как нашла эту одноразовую щеточку, которая вся была в какой-то волосне, в каких-то, я не знаю, непонятных, без пакетика это все лежало, без контейнера, в ее косметичке. Она достала кое-как это все мне накрасила эти ресницы. Чтобы вы понимали эти шуткие тени, так она вообще на прямой контакт, просто вот так вот сюда наносила и все. Достала эти карандаши не поточенные, я говорю, поточите, пожалуйста, карандаш для губ. Я отказалась от помады, от блеска, от всего, что могло перенести эту инфекцию, потому что, ну вот, действительно, я не хочу, чтобы это все было на моем лице. Когда у меня спрашивают, да, в комментариях, почему бы тогда уже с собой не начать носить яркие палетки, тушь и кисти? Извините меня, это как в том анекдоте, да? Я пришел там к врачу, я уже не помню дословный анекдот, ну вот, я принес с собой там пеленки, я принес с собой марлю, я принес с собой там скальпель, лампочку даже захватил, а это кто рядом с вами стоит? А это доктор, а вдруг у вас своего доктора-то нет? Вот, то есть получится такая же ситуация. Мы идем с вам к красоте для того, чтобы получить услугу полностью, а не так, что расходники принеси, научи, покажи мастер-класс, как правильно это нужно делать, проведи лекцию, как нужно соблюдать гигиену. Извините, это абсолютно не клиентская история. Это история как раз-таки работы бизнеса-владельца. Если уж решили заняться бизнесом в бьюти-индустрии, то будьте добры, хотя бы какие-то минимальные, базовые, да, вот такие вот штуки закрывать. Вот то же самое, принесли мне воды. Я сначала, я вообще в таких салонах красоты обычно отказываюсь от напитков, потому что салон красоты находится в подвале, непонятно какие там условия, что там будут, где эти кружки будут мыть. Если одноразовые стаканчики, я еще могу. Но у меня был такой сушняк на улице мороз, и я такая говорю, значит, водички принесите, приносят. И хорошо, что со мной недавно тоже произошла ситуация такая. Я пошла в один из своих, скажем так, нормальных мест, куда я обычно люблю ходить, поужинать. Ресторанчик, значит. А там, ну, такая полутемень, музыка играет. И я такая пью, и я понимаю, что на стакане ошметки чужих губ. И вот просто в один момент я такая, значит, думаю, надеюсь, что мне показалось. Я такая смотрю на свет и обнаружу, что там реально ошметки чужих губ и чужая помада. Я, естественно, все официанту высказывала. Я понимаю, что он там мог не заметить. Там куча людей, это все-таки ресторан, что тоже недопустимо. Но в салоне красоты у вас нет такого прохода, проходимости людей, чтобы не заметить, что вы принесли воду в грязной кружке, где чужая помада. Я прям как это, я не знаю, какой-то следователь. Вот имейте в виду, пожалуйста, всегда смотрите на свету, чисто ли вам стакан принесли. Я это говорю визажисту, она говорит, ой, посудомойка плохо помыла. У меня есть посудомойка, я мою посуду в посудомойке. Но когда посуда из посудомойки, она прям чуть ли не натертая, она очень чистая, она все отмывает. Поверьте, она отмывает абсолютно все. И тут, значит, что происходит? Я вижу, что там не просто помада, а что там как будто бы тряпкой мыли и как будто недомыли. Знаете, вот такая вот потертость. Это так противно, это так ужасно. Они мне принесли воду в грязном стакане. Еще врут, что это было из посудомойки. Да, это просто тупо грязный стакан, скорее всего, где они в туалете помыли его. Я визажисту сказала, что, значит, поскорее пусть она заканчивает макияж, потому что лучше чересчур как-то все это становилось длительно. Вот посмотрите, вот она сюда мне нанесла и помаду, и бронзер на мои волосы. Просто они как будто седые. Если что, это вот косметика. Хорошо, что она накрыла на меня вот этот шаль, хотела сказать, полотенце. Все это осталось на ее как бы покрывали. Почему? Потому что она вот прям сюда тоналку измазалась, сюда просыпала тени, там еще что-то. Это бы все было на мне. На что я отвечаю, ну, как бы аккуратнее, да? Потому что я не хочу, чтобы испачкалась моя одежда. Я уже устала. Я уже сколько одежды выбросила. Просто потому что визажисты настолько неаккуратные. И не заботятся вообще о клиентах. Что касается в целом макияжа и почему я иногда не даю мастер-классы, как нужно работать. Потому что, опять же таки, я, когда иду в салон красоты, я на себя надеваю роль обычного клиента, который не разбирается в гигиене, который не разбирается в продуктах, техниках и так далее. Который просто хочет получить услугу. И все. Это не входит в задачу клиента. Еще раз повторюсь, чтобы учить, как это все должно быть. Теперь с точки зрения бизнеса. Я думаю, что вы заметили, что несколько последних выпусков я снимаю, как я добираюсь до салона. Как я вообще, в принципе, нахожу этот салон. Насколько удобно для клиента. Это, опять же таки, для того, чтобы, во-первых, вам было интересно посмотреть. Во-вторых, это польза для тех, у кого, возможно, есть свой небольшой бизнес или кто работает на себя. Я знаю, что меня смотрят очень много мастеров тоже. Так вот, задумайтесь однажды над тем, как клиент к вам должен попасть. Сегодня рынок устроен таким образом, что не клиент бегает за мастером, а все-таки бизнесы, предприниматели бегают за клиентами. И, скорее всего, так будет всегда, потому что так было, в принципе, всегда. Если ваш салон не находится в каком-то месте, где, вот, как, знаете, шаурма стоит на вокзале, то же самое с салоном красоты где-то в таком месте, где точно люди будут делать макияж, то это в ваших интересах, чтобы клиент реально нашел ваш салон красоты и не испытывал такие вот ужасные трудности. Мне кажется, что в салоне красоты и администратор плохо выполнил свою работу, то, что принес воду в грязном стакане, не смог нормально сориентировать клиента, как дойти до салона. Даже если клиент настолько страдает топографическим кретинизмом, что вы выслали уже и навигацию ему, и все, что можно было, выслали, то в любом случае администратор, он должен объяснить, как дойти по-нормальному, а не так, что, ну, идите прямо, идите там в ворота. Какие ворота? Что за прямо? Я уже зашла в ворота одни. Оказывается, там два таких страшных места, через которые пришлось вот прям проходить. Причем, что издалека кажется, что ворота вообще закрыты, они оказываются открыты. Далее вообще, что касается визажиста, то же самое, да, то есть когда речь коснулась о том, что стакан грязный или что-то, мои лапки кверху, это все вопросы там к администратору, что-то. Вообще, салон красоты, он это как экосистема, да, то есть это целый организм. Клиент, когда приходит, он не приходит конкретно к мастеру, он не приходит конкретно к администратору. С таким же успехом можно было бы вызвать там совета кого-нибудь, или же прийти кому-то лично, да. Когда мы приходим в салон красоты, мы хотим получить в целом комплексную услугу и не запариваться отдельно, что вот эту претензию мне нужно высказать администратору отдельно, это вот туда клиент просто пришел за услугой. И это уже задача салона, чтобы клиенту было комфортно на всех этапах получения услуги, в том числе даже до момента оплачивания этой услуги. Сегодняшний поход салон красоты просто показал, насколько некоторые косметологи почему-то возомнили, что они очень хорошие визажисты. Вот это уже не первый такой вот попадается косметолог, который почему-то решил, что раз он косметолог, то он будет хорошим визажистом. Вы можете, кстати, на моем канале посмотреть выпуски с подобными косметологами. Еще раз хочу сказать, что косметолог это не равно визажисту. У косметолога вообще в принципе другая задача, он работает там с уходом, да. Это вообще никак не связано с красотой в принципе. Это связано с чисткой, это связано с уходом, это связано с глубокими слоями кожи. Но это не красота и это не творчество. Наоборот же у косметологов все такое вот, как это сказать, подобрать под тип там это. Красота и творчество это немножечко другое. И когда мы на работе, даже все творческие как бы профессии, если человек зарабатывает на этом деньги, уже являются нетворческими, да. Тоже отвечая сразу на вопрос, когда мне говорят, нельзя визажисту там ни слова сказать, потому что он же человек творческий, у него что-то может пойти не так. У него все упадет внутри и он сделает плохой макияж. Нет, дорогие мои, это работает, если визажист делает макияж бесплатно, благотворительностью занимается или еще чем-то. Когда человек на своем рабочем месте, он обязан делать свои рабочие обязанности. Вот и все. Приходя к стоматологу, а может быть это тоже там сидит за масочкой какой-нибудь человечешка, там я не знаю, с очень тонкой душевной организацией. И вот вы ему сказали, что вам неприятный или же анестезия, там я не знаю, у вас аллергия. Все, он на вас обиделся и он больше не может продолжать вам удалять зуб. Ну это же идиотизм. Когда мы приходим к профессионалу, мы хотим видеть профессионала, а не какого-то студента непонятного. Теперь, что касается макияжа, я его прямо сейчас пойду и смою, потому что мне он абсолютно не нравится. Это хорошо, что моя аудитория знает, что я хожу в салон красоты, проверяю. И то на моем влоговом канале иногда те мои зрители, которые не знают, что у меня есть вот этот мой основной канал с миллионом подписчиков, говорят, как ты могла потратить 11 тысяч рублей на какой-то там макияж, который тут же ты смыла в унитаз. А вот так вот, такое вот тоже бывает. Так что обязательно поставьте лайк под этим видео. Жду вас обязательно в своем еще телеграм-канале, где выходят как раз-таки различные полезные статьи от меня. Всем удачи и всем пока-пока.